Привет, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. Бывает ли у вас такое, что ваши молитвы как будто упираются в какую-то невидимую стену, блокируя ваше исцеление и финансовое благословение? У моего гостя есть решение для вас. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Ну что вам сказать, я здесь доктором Фрэнсисом Майлсом. Я потрясен откровением, которое он принес со своей новой книгой. Она называется «Опасные молитвы». А почему ты решил написать эту книгу? И почему она так называется? Я написал эту книгу Сид, чтобы положить конец неотвеченным молитвам в цели Христа. Самая большая причина для разочарования в молитве — это то, что у всех есть нужда в молитве, но не все получают ответ в результате нее. Понимая это, бывает сложно говорить людям «просто помолись». Я прошел собственный путь борьбы с проблемой неотвеченных молитв длиной в 30 лет и в итоге нашел решение проблемы. Поэтому было очень здорово написать эту книгу, особенно понимая ее значение, для тысячи людей, которые нуждаются в ответе, так же, как и я. Тогда почему ты дал книге это название? У нее такое название Сид, потому что для дьявола любая молитва с гарантированным ответом является опасностью. Согласен. Но что бы тогда сказал ты тем, кто молится и молится, но так и не получив ответа, останавливается в разочаровании? Ведь Бог так и не ответил на их молитвы, а они надеялись, молились и ждали ответа. Я мог бы, пожалуй, ответить так же, как Иисус в Евангелии от Луки, в 11 главе. «Просящий получает, ищущий находит, и стучащему всегда отворяют дверь». Иисус сталкивался с проблемой неотвеченных молитв, и Он желает нам объяснить, что проблема не в нежелании Бога отвечать. Просто есть то, что мы не понимаем. Если ты продолжишь искать, то Дух Святой обязательно откроет тебе что-то. Например, эта книга «Опасные молитвы» может быть тем самым ответом с неба, способным разрушить ствердыня зла, мешающие кому-то, кстати, из наших зрителей получить результат от молитвы уже сегодня. А люди, правда, могут чувствовать, что есть что-то где-то в невидимом мире, что работает для одного, но не работает для меня. Вы наверняка ощущали это порой, но Слово Божие одинаково работает для всех людей. Просто нечто отделяет вас, но скоро вы получите свой ответ. Возможно, впервые в жизни расскажи нам о законе владения. Этот закон на самом деле очень могущественный. Он является причиной такого огромного количества неотвеченных молитв, которые мы видим в наши дни на фоне происходящих драматических событий и огромного демонического влияния. В конце сотворения Бог сделал нечто особенное. Он сказал «Сотворим человека по нашему образу», а потом добавил «И довладычествуют они». Эти слова, по моему мнению, являются самыми существенными словами, произнесенными нашим Творцом. Потому что эти слова оказывают влияние на отношения между человеком и Богом. Ведь здесь Бог со своей стороны отдает человеку власть над всем существующим Божьим творением, чтобы он дальше владел этим самостоятельно, уже без Божьего вмешательства. То есть, другими словами, это стратегическое партнерство между Богом, являющимся Творцом Вселенной и человеком. Но тогда не получается ли, что если человек не выполняет свою часть работы, то это начинает мешать Богу делать свою? Да, это ограничивает Бога. Давайте возьмем Матфея 18 главу, 18 стих, где Иисус говорит нам все, что вы свяжете. Заметьте, не Бог свяжет, а мы. Люди говорят, но Бог же суверенен. Он же может делать все, что угодно. Вот именно. И, пользуясь этим, Он решил дать нам власть. Поэтому, если мы не пользуемся властью, данной нам на основании слова, то тогда мы не имеем права винить Бога в чем-то. Бог желает сотрудничать с нами. Когда Он передает нам власть на чем-то, это не означает, что Он самоустраняется от дел. На самом деле, делегируя власть людям, Он тем самым создает невидимую точку соприкосновения между Ним и человеком. В этой точке каждый может обрести единство с Богом в Его духе и получить доступ к Его силе. По-вашему, получается, что Бог намеренно создал это стратегическое партнерство с людьми, чтобы не дать возможности бесам установить такую же связь с человеком. А знаете, какую весьма успешную стратегию войны с христианами? Дьявол очень часто выбирает копировать Бога. А, копировать! Нет ничего плохого в том, чтобы делать копии, до тех пор, пока копия похожа на оригинал. Понимаете, дьявол знает, что если он будет копировать действия Бога, то это будет приносить ему успех. Итак, дьявол увидел, что Бог получает возможность действовать в жизни человека, только если тот сам этого хочет. Поэтому задачей сатаны стал поиск человека, которому предложения дьявола покажутся привлекательными настолько, чтобы согласиться с ними. И тогда, подобно Богу, дьявол сможет запустить своих духов в мир людей. Подобное место Божьего проникновения Библия называет алтарь. Во всех книгах Писания это можно увидеть. У каждого Божьего человека в жизни есть алтарь. Поэтому дьявол тоже хочет иметь похожее место доступа в сердца людей, которые соединяют духовный мир с жизнью человека. Это алтарь зла. Именно здесь он ворует все благословения, которые могли бы прийти к человеку. Ты говоришь, что духам нужно наше разрешение. Я правильно понял? Да? Не имеет значения Божий это дух или дух дьявола. Это так. Им буквально требуется наше разрешение. Поэтому ты считаешь, что молитва решает все. Потому что, произнося какие-то слова, мы либо даем разрешение ангелам, Божьим действовать в нашей жизни, либо открываем дверь для бесов. Да, понимаете, молитва — это выражение наших желаний. Это то, при помощи чего мы связываемся с миром духов и выражаем свои намерения. И тем самым можем позволить определенным духам войти в нашу жизнь. Таким образом, люди могут молиться, но в действительности они будут молиться не тому Богу. А теперь послушайте внимательно. Хорошо. Мы подошли к самой сути. В своей книге ты называешь это «Великолепный Божий план». Расскажи нам о нем. «Великолепный Божий план» — это, по-другому говоря, как заправочная станция, на которой сила из духовного мира приходит в твою жизнь. Понимаете, как интересно получается? Бог дал мне власть, но не наделил меня своей силой. Власть — это то, что принадлежит человеку, а сила исходит только из духовного мира. В этом Божья гениальность. Да, у нас есть власть над всем творением, но для конкретных действий нам нужна его сила. И дьявол пытается подменить это, получив доступ в нашу жизнь, предлагая свою сверхъестественную силу. Итак, сила находится в духовном мире, а власть принадлежит человеку. И место, в котором все это сходится, соединяется вместе, называется алтарь. Мы уже об этом сказали. В этом и есть великолепный Божий план. То есть это своего рода место обмена. Это место обмена. Да, Сид. В 99-м году я был грешником, который услышал Евангелие. В тот день проповедник сказал, придите к алтарю такие, как вы есть. И Господь Иисус омоет ваши грехи. Иисуса не было там. Его вообще не было в том помещении. Там был только проповедник, который призывал меня к алтарю. И после того, как я подошел туда, я изменился навсегда. Произошел обмен. Мои грехи остались там, а ко мне перешла Божья праведность. Расскажи подробнее про алтарь зла. Алтарь зла — это своего рода невидимые врата, где заключается договор между человеком и сатаной. В это место можно попасть через какое-то обольщение, или дьявол может заманить туда человека с помощью заблуждения или обмана. Оказавшись возле этого демонического алтаря, человек становится открыт для любого дьявольского вмешательства. Если бы это был Бог, то он мог бы принести в жизнь человека пробуждение или дать силу, чтобы творить чудеса и знаки. Но там сатана, и теперь он сможет сделать то зло, которое захочет. Библия говорит нам также о восстановлении алтаря. Да? Объясню. Восстановление означает, что ты просто начинаешь снова приходить к Божьему алтарю. Без этого Бог не будет иметь законных оснований, что сделать в жизни человека, ведь он не может нарушать своего слова. Поэтому если хочешь, чтобы Бог пришел снова, тогда тебе надо подготовить место для него. Хороший пример — это Илья. Он знал, что Израиль должен поклоняться истинному Богу Авраама, а не Ваалу. Помните, как он бросил вызов пророкам Ваалу? Илья поставил условие, что истинный Бог должен ответить только посредством огня. На божественный алтарь должен сойти огонь. Но как Илья это сделал? Он сначала созвал весь народ, и они восстановили алтарь Господа в полном соответствии с Писанием. И как только это случилось, огонь от Бога сошел на этот алтарь. То есть Бог ждал восстановления алтаря, прежде чем послать свой огонь. Бог восстанавливает алтари наших сердец, чтобы на нем приносились жертвы Богу живые и благоприятные. Настало время и вам восстановить свой алтарь и доступ к силе. Осознайте, насколько мощное оружие доступно нам уже сегодня. Мы скоро вернемся. Не уходите. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Обратите внимание, что этот выпуск будет доступен в расширенной версии, в которой доктор Майлз расскажет нам о том, как кровь Иисуса способна разрушить алтарь зла в вашей жизни. После этого он также проведет с нами причастие. Эта версия будет доступна сразу после этого выпуска. Просто зайдите на страницу сидрот.орг.слэш сэвенплейсис. Это в прямом смысле изменит вашу жизнь, поэтому не пропустите. Итак, Майлз, ты известен своим учением о небесном суде. Расскажи, почему ты считаешь, что это самый высший уровень молитвы? Я дал такое определение, потому что сам Иисус говорит об этом как о месте, где все неотвеченные молитвы могут быть обжалованы. Это видно в Евангелии от Луки, 18 главе. В этом месте сам Иисус ободряет нас не сдаваться и продолжать, не опускать руки, даже если наша молитва не получила ответа. Он говорит, должно молиться всегда. Не когда-то, не время от времени, а всегда. То есть нужно молиться постоянно. Есть уровень, где это можно обжаловать. Смотрите, мы живем в Америке, мы знаем, что если суд низшей инстанции вынес неправильный вердикт, тогда... Верховный суд! Есть Верховный суд, где любое неправильное решение можно обжаловать, и любой вердикт низшего суда может быть отменен. На небе тоже есть Верховный суд, и Иисус говорит это. За ним последнее слово. Его слово окончательное, поэтому не давайте огорчению остановить вас в молитве. И дальше он рассказывает притчу о вдове и суде, где упоминается соперник, который описывается словом анти-ди-кос. Это означает тот, кто против твоих прав. Анти-против-ди-кос-права. И вот она пошла к судье и стала умолять судью защитить ее от соперника. И Библия говорит, что она ходила не один раз. И судья, хоть и не боялся ни Бога, ни людей, но эта женщина настолько сильно надоела ему, что он решил, наконец, помочь ей в ее просьбе. После этого Иисус сравнивает судью с Богом, говоря примерно следующее. «Представьте вашего Небесного Отца в этой ситуации. Давайте сопоставим. Насколько Он добрее. Поэтому не переставайте молиться никогда». Ведь есть Верховный Судья, который обязательно заступится за вас. Помните об этом всегда. Есть еще такой момент, что если твой обвинитель не появляется в зале суда, то дело просто закрывается. И мне интересно, а работает ли это в Небесном Суде? О, да. Знаете, у меня есть целое откровение от Бога как раз об этом. Бог сказал мне, «Дьявол выигрывает все дела в Небесном Суде, потому что мои дети просто не приходят в суд». Очень важно присутствовать на суде, чтобы иметь возможность закрыть рот вашему обвинителю. Ведь наличие обвинения дает дьяволу право приходить на Небесный Суд и выступать против вас, так же, как и в жизни судебная система не начинает работать, пока к ним не попадет обвинение на кого-то. Вот почему важно верующим обращаться в Небесный Суд. Еще одна причина приходить туда, потому что любое дело там решается в нашу пользу, благодаря Иисусу, который уже оплатил все за нас. «О, это действительно здорово и великолепно!» В каких областях жизни человека может находиться подобный алтарь зла, о котором мы говорили? В книге «Опасные молитвы» мы выделяем несколько возможных типов. Например, алтарь преждевременной смерти. Это когда человек умирает гораздо раньше своего времени. Жизнь — это дар Божий, и поэтому преждевременная смерть — это убийство, цели твоей жизни, которая уже никогда не будет достигнута. Затем порнография. Так же люди могут находиться в зависимости от лекарства. Кто-то живет в постоянном страхе чем-то заболеть, боясь наследственных заболеваний. Есть люди, которые впадают в бесконтрольный гнев. Еще одна большая проблема — депрессия, когда люди не могут вырваться из подавленного состояния и постоянно принимают какие-то лекарства. Это можно разрушить, только прекратив доступ злой силы от алтаря зла в жизнь человека. На самом деле, этих алтарей описывается в книге очень много, включая бедность. Человек хочет жить в процветании, но не понимает, куда уходят его деньги, и в итоге оказывается в долгах, из которых не может выбраться. Это может быть связано с его семейным проклятием и может быть разрушено только вместе с уничтожением этого алтаря в его жизни. В этой книге очень много историй из реальной жизни людей. Я могу гарантировать, что вы найдете хотя бы одну молитву, подходящую конкретно для вашей ситуации, которая изменит вашу жизнь в корне. Поймите, ваш обвинитель знает свою слабость и надеется, что вы так и не явитесь на суд, потому что как только вы там появитесь, за вашу защиту возьмется лучший адвокат, который уже отдал свою жизнь за вас. Он уже ходатайствует за вас перед престолом благодати. Я рад помочь людям через прочтение книги «Опасные молитвы» принять решение и прийти на Небесный суд с такими молитвами, которые однозначно помогут вам. Так что обязательно прочитайте, она вам поможет. Может, вы уже хотите оспорить ваше дело в Небесном суде? Тогда Фрэнсис сделал вам еще один подарок. В этой книге есть уже готовые молитвы, которые вооружат вас. Также ты говоришь, что кровь Иисуса — это самое мощное оружие в Небесном суде. Да, потому что, как говорит нам Библия в 12-й главе послания к евреям, у его крови есть голос, который звучит громче, чем голос крови Авеля. Теперь представьте, если голос крови Авеля настолько сильный, что Бог не мог успокоиться, пока не отомстил за него, то насколько сильнее голос крови его безгрешного сына, который был послушан отцу до самого конца. И когда этот голос начинает звучать в суде, тогда и сам Бог, и дьявол не могут не слушать его. Вот почему это самое мощное оружие, доступное каждому верующему. И в этой книге Сид я составил все молитвы таким образом, чтобы они так или иначе были связаны с его кровью. Мощнее просто некуда. Все эти молитвы напоминают Богу о том, что сделал Иешуа. Крест — это тоже был алтарь. Абсолютно точно. Алтарь в Ветхом Завете всегда был местом смерти и жертвы. Иисус принес себя в жертву на кресте, тем самым сделав его алтарем. И поэтому неважно, с чем ты приходишь к этому алтарю. Здесь грехи прощаются. Больные исцеляются. Потому что алтарь — это место обмена, где мы меняем нашу греховность на его праведность, наши болезни на его исцеление. Мы меняем их. Получается, неважно, когда этот алтарь зла появился в жизни человека. Может, это было несколько поколений назад, а может, только сегодня. Да? С этим можно полностью разобраться в небесном суде. Он может быть полностью уничтожен. Я даже приведу пример из Библии. Третья книга царств, 13 глава. Господь послал Божьего человека озвучить приговор небесного суда для алтаря зла в Вифиле, на котором сам царь совершал служение. Когда пророк высказал все, что было нужно, этот алтарь тут же был полностью разрушен, и пепел с него рассыпался. Это опасные молитвы. И много вы видели людей, получивших освобождение благодаря этим опасным молитвам? Боже мой, с людьми происходят просто сверхъестественные чудеса. Я только что побывал в Алабаме, Сид. К нам на служение приехала женщина в инвалидном кресле. Я видел, что ей, очевидно, нужно чудо исцеления, и уже собирался помолиться за нее, но тут я понял, что она гораздо больше беспокоится за своего мужа, который уже был при смерти от рака в четвертой стадии. Тогда я предложил ей, почему бы нам не помолиться за двойное исцеление и полностью разрушить алтарь зла. И когда мы начали молиться, я увидел, как лучи света проникают в комнату ее мужа. Я сказал ей, «Я вижу лучи света, исходящие от Иисуса и направляющиеся к вашему мужу». И Сид в тот же момент она оставила свое кресло возле алтаря и стала ходить вокруг, в то время как все кричали и радовались этому. Но дальше произошло еще нечто более потрясающее. Она пришла домой ночью, ожидая, что ее муж уже спит, и вот она приходит, и оказывается, он ждет ее. Она говорит, «Почему ты не спишь?» И тогда он рассказал, что лучи света наполнили его комнату в тот самый момент, когда я говорил ей об этом, и он был исцелен. И вскоре эта пара уже вместе пришла к нам в церковь. Это просто удивительно, как сильно это откровение действует в жизнях столь многих людей. Определенно, Бог избрал Фрэнсиса, чтобы дать ему откровение о небесном суде и алтаре зла, и более того, дал ему понимание того, как все это можно упростить, сведя к молитвам, записанным в этой книге. Но, тем не менее, я должен сказать вам нечто важное. Прежде всего, вы должны принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и не откладывайте. Сделайте это сейчас. Вы должны иметь свое собственное познание Бога. Я хочу помолиться вместе с вами. Если вы поверите всем сердцем, тогда вы станете ребенком Божьим и будете жить в Духе Святом. Ну, а затем вас будет ожидать вечность на небесах, вечное блаженство. Поэтому повторяйте эту молитву за Мною. Скажите, дорогой Бог, я грешник, и мне очень жаль. Я верю, что твоя кровь смывает все плохое, что я совершил в своей жизни. Теперь я чист. И это очень здорово. Я смело говорю, что ты спас меня от моих грехов. Ты мой Господь и мой Спаситель. Я так жажду познать тебя близко. Аминь. И не забудьте, как только эта программа закончится, вы сможете посмотреть расширенную версию, в которой доктор Майлз расскажет нам на основании семи мест из Писания о том, что кровь Иисуса способна действительно разрушить алтарь зла в вашей жизни. После этого мы также проведем причастие вместе с ним. Просто зайдите на страницу sidrot.org slash seven places. Увидимся там. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Макс Дэвис. Присоединяйтесь к нам с Сидом в следующем выпуске. Это сверхъестественно. Я расскажу, как Бог использовал немого мальчика с аутизмом, чтобы достучаться до меня. И теперь тот же самый Бог обращается к вам сейчас, чтобы вы могли познавать Его каждый день. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю 2,5 раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.